Добрый вечер, это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицкой. Сегодня говорим о профессиях, которые востребованы на рынке труда. У нас в гостях директор Пирожеско-Металлургического колледжа Ольга Антипина. Кафе Алексеевна, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, Алексей. Рада приветствовать ваших зрителей и благодарю за приглашение. Нам сегодня есть чем с вами поделиться. Вот по поводу поделиться. Я знаю, что по итогам приемной кампании был даже поставлен рекорд. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. В этом году Первоуральский новотребный завод поставил непростую задачу перед Первоуральским металлургическим колледжем. И нам существенно увеличили контрольные цифры приема. Обычно мы набирали 200 абитуриентов, 225. В этом году нам сказали о том, что востребованность в кадрах существенно вырастает. И 375 человек планка, который перед нами поставил завод, нами выполнено. В этом году мы набирали ребят на различные профессии. И можем смело сегодня сказать о том, что изменяется география проекта, изменяется средний балл, с которым приходят ребята, растет конкурс «Человекное место» на все специальности. То есть я просто уточню. Они приходят к вам без экзаменов. Вы смотрите на средний балл аттестата. И он стал выше. Да. А к нам приходят ребята на базе 9 классов основного общего образования. А основным критерием отбора ребят в программу является средний балл их аттестата. В 2017 году средний балл аттестата у нас был 3,64 балла. В этом году конкурс приравнивается к 4 баллам. Это говорит о том, что ребята приходятся более заинтересованы в специальности с хорошими результатами получения образования после 9 классов. Откуда приходят? Вот по поводу географии, вы сказали, расширилась география. Расскажите подробнее. Программа «Будущая биометургия» уверенно шагает по Свердловской области и стране. Если раньше в основном ребята Первоуральска поступали к нам в колледж, то сегодня мы видим, что это только 15% от ребят, закончивших 9 класса. К нам дополнительно приехали ребята из Новоуральска, из Екатеринбурга, Ревды. Приехали из Камышлова, Эрбита. Очень много деревенских ребят. Сегодня мы видим у себя Челябинскую область и иные области Российской Федерации. Чему учиться-то будут? Расскажите. Каким профессиям, кем специальностям, какие специальности наиболее популярны, может быть? Мы учим ребят востребованным специальностям. Ребята приходят обучаться на электрике, они станут автомеханиками, обработкой металлов давлением, промышленная механика и монтаж. Очень много спектра специальностей велик. Сегодня это 7 специальностей. Они будут изменяться, расширяться, дополняться. Каждый год существуют вариации. Названия вроде бы простые. Можно ли говорить о том, что это инновационные специальности по сути своей? Конечно. Каждая специальность сегодня, несмотря на то, что мы готовим рабочих, специалистов среднего звена, включает в себя понимание и знания специфики производства и умение владеть уже инновационными станками. Потому что никакое производство не стоит на месте, и специалист должен быть подготовлен так, чтобы через 5 лет, придя на рабочее место, уметь обращаться с любой техникой. Есть ли гарантия того, что он не будет испытывать проблем с трудоустройством, когда он освоит специальность или несколько, может быть, специальностей, и у него будет выбор, куда пойти работать? Существует 5-летний план, который совместно с Первоуральским новотробным заводом, образовательным центром программы «Будущая биометеоргия» мы принимаем для себя как колледж. И в этом плане четко стоят цифры по трудоустройству, перспективному трудоустройству наших выпускников. Когда нам поставили планку в 375 человек, мы приняли этот вызов и уверены в том, что каждый наш выпускник через 4 года будет обеспечен местом на новотробном заводе, при условии, если он будет хорошо учиться, если покажет себя с достойной стороны и будет прилагать любые усилия, чтобы стать настоящим мастером. Вопрос, да, о конкуренции на том же рынке труда. А вот я знаю, что «Будущая биометеоргия» программа реализуется и в Первоуральском металлургическом колледже, и в политехникуме. И, соответственно, есть ли конкуренция между студентами двух образовательных учреждений теперь? Я вам хочу сказать о том, что с радостью для себя отмечаю вообще трансформацию образовательной среды города Первоуральска. Мы объединяем наши усилия, усилия школ, колледжа, техникума, образовательного центра Первоуральского новотробного завода для того, чтобы создать качественную среду для профориентации наших абитуриентов. Это первое. Второе. Мы не конкурируем с политехникумом ни в коем случае. У нас разные специальности, при этом мы ставим перед собой единые задачи. В этом году впервые вводится новый тренд в наше взаимодействие под названием «Управляющая компания». Это когда два колледжа, объединившись, создают единое образовательное профессиональное пространство моногорода. То есть, управляющая компания будет студентами управлять? Она будет управлять администраторами, директорами, специалистами, преподавателями для того, чтобы качество нашей работы возрастало год от года, чтобы мы имели общие задачи, чтобы нормативные акты, которыми мы регулируем свою деятельность, тоже были едиными. А задачи какие? А задачи – повышение качества образования. Задача для нас ежегодная, постоянная. Она формируется издавне, можно сказать, в профессиональном образовании и неизменно. Наша задача – готовить высококлассных, востребованных, конкурентоспособных специалистов. Пользуясь случаем, я бы хотела сегодня выразить благодарность городскому округу Первоуральск, администрацию, управлению образованием, директорам школ, классным руководителям девятиклассников, которые вместе с нами создавали единую городскую программу профориентации. Я считаю, что это очень помогло ребятам определиться с будущей профессией. А что ждет в будущем ребят, которые поступили только, которые будут учиться по программе будущей Белой Металоргией? Учебный год набирает обороты. Их ждет интересная студенческая жизнь. У них уже был выезд в физкультурный оздоровительный комплекс «Гагаринский», где они занимались командой образования. В ближайшее время их ждет увлекательный спортивный квест. Каждый день для них работает огромная команда преподавателей, специалистов образовательного центра, которые создают для них вкусную образовательную среду, где они могли бы развиваться. Их ждут конкурсы профессионального мастерства. Мы обязательно будем погружать их в атмосферу WorldSkills. Если говорить о престиже среднего образования и по поводу квалифицированных специалистов, можно ли говорить, что престиж все-таки растет и престиж рабочих профессий тоже повышается? Я и мои коллеги с большим удовольствием отмечаем рост престижа среднего профессионального образования. Это подтверждает прямо цифры и факты. Например, в прошлом году 59% выпускников России приняли решение в пользу среднего профессионального образования. Очень упрямый факт, согласитесь? Хочу вам сказать о том, что ступенчатость образования в современной России будет набирать обороты. Если родитель качественно выстраивает траекторию карьеры своего ребенка, то важно сначала дать профессию в руки, научить его работать руками, сделать из него специалиста. Потом осознав глубину своей профессии, свое призвание пойти уже в высшую школу. Не всем сегодня нужно быть менеджером. Сегодня востребованы на рынке высококлассные профессионалы, умеющие делать свое дело руками прежде всего. И год от года мы считаем, что эта потребность в рабочих кадрах в России будет возрастать. Успехов вам! Спасибо телезрителям! Всего доброго! И до встречи!